Кровати для будущих пациентов рабочие расчехляют, чтобы показать гостям, как тут будет удобно. Да только хвастаться пока нечем. Уже два месяца, как палатный корпус онкологии, должен быть готов. Но не сложилось. 15 декабря первая дата сдачи осталась в прошлом году. А в корпусе ещё работать и работать. Поторопить подрядчиков сегодня приехали и министр здравоохранения, и зампредседателя правительства края. Онкологи рассказывают, что по ходу строительства поняли. В проекте не учли важные моменты. Например, дополняли лифтовой блок, электрический, вносили правки, меняли документы. В том числе поэтому не уложились в сроки. Есть нарекания и к качеству работ, и к закупкам оборудования. А ведь этот корпус онкологическая служба края ждёт очень сильно. Это не просто новые кровати, двери до каталки. Это большое переустройство всего диспансера. После того, как сюда переедут химиотерапевтические, радиотерапевтические отделения и несколько хирургических, у нас появятся новые площади, где мы будем организовать полноценное отделение реабилитации для онкопациентов. Очень важно, что подобных отделений реабилитации в других онкологических диспансерах в нашей стране фактически нет. Здесь и химиотерапия уже в современных условиях, и хранение препаратов, пребывание просто пациентов комфортное, в том числе маломобильных. У нас после этого корпуса остаётся совсем, в принципе, немного. Провести реконструкцию от старого корпуса, где была поликлиника, под пансионат, для того, чтобы максимально здесь в одном больничном городке сконцентрировать все вопросы. И увеличить мощности радиологического корпуса. Медики уже прикидывают, как благодаря современным помещениям и постоянному внедрению новых технологий смогут помочь большему количеству пациентов. Одновременно их количество здесь не увеличится. Просто больные смогут быстрее проходить диагностику, попадать на операции, проходить терапию, восстанавливаться и выписываться, уступая очередь следующим. То есть доктора смогут реализовывать нацпроект здравоохранения и те задачи, которые в нём заложены. Но для этого всем строительным службам нужно довести до ума начатое. Мы видим, что были возможности ускориться в реализации этого контракта. Поэтому на сегодня мы имеем то, что имеем. Надеемся, что с учётом как раз и нашего контрольного выезда, и поручения губернатора, в марте месяца мы отсюда должны выехать и подготовить документы к водово-эксплуатации этого корпуса. Позже в отделении диспансера на Московской будет создано палеотивное отделение. А проект губернаторский контроль, что инициирован Александром Мусом для наблюдения за такими стройками, теперь здесь будет до конца работ. Ведь от того, как быстро и качественно закончат этот этап, зависит, выделить ли столица средства на окончание реконструкции всего диспансера.